Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы с вами будем обновлять прошивку нашего фотоаппарата Nikon D5100. Для этого мы зашли на официальный сайт и скачали прошивку. Сейчас будем действовать по инструкции, то есть возьмём этот файл, разархивируем его и переместим на флешку. Сейчас я включу монитор в свой компьютер. Вот у нас стоит флешечка. И сейчас мы сюда переместим. Вот мы, кстати, файл. Надо, кстати, отформатировать нашу флешечку. Нажимаем на кнопку форматировать. Быстрое форматирование. Нажимаем ОК. Дожидаемся от форматирования. И открываем сайт. Но мы уже скачали с сайта Nikon. Мы скачали этот файл. Нажали, тут загрузили. Вот он у нас в загрузках. Показать в папке. Мы его нажали, разархивировался он у нас. Вот сюда вот такая папочка у нас появилась. И сейчас вот этот файл надо нам перетащить на карту памяти. То есть уже на отформатированную. Нажимаем ЗАКРЫТЬ. У нас тут должна быть пустая флешка. Перетаскиваем на карту памяти. Всё. Файл перетащился. Флешку можно извлечь. Из устройства. Так, извлекаем её. И вытаскиваем флешку с компьютера. Вот мы взяли флешечку нашу. И сейчас мы её вставим в фотоаппарат наш. И, да, для начала надо, чтобы у нас был аккумулятор заряжен, да, для прошивки. То есть сейчас ставим аккумулятор. Батарейный отсек. И в него сейчас ставим аккумулятор свеженький. И запустим камеру пробным включением. Чтобы посмотреть, у нас включилась камера. Всё, камера работает. Смотрим у нас тут версия прошивки. Вот в настройках выбирается версия прошивки. Вот смотрим. У нас версия прошивки 1.0.1, 1.0.1, 1.0.0.6, да. И у нас сейчас, если мы вставим карту, у нас тут появится новый пункт, то есть обновить прошивку. Давайте попробуем это сделать. Сейчас мы выключим камеру. То есть включаем камеру. Вставляем нашу флешечку, в которую мы скинули прошивку. Закрываем. И уже сейчас мы включаем камеру нашу. Нажимаем на кнопочку меню. Выбираем вот такой вот ключик. И в самом низу у нас версия прошивки. Нажимаем на кнопочку ОК на фотоаппарате. И, как видим, у нас сейчас обновить прошивку. Нажимаем кнопку джойстика. Мы нажимаем ОК. Обновить прошивку. Да. Что мы с этой прошивки переходим на другую прошивку. Нажимаем кнопку ОК. Всё. Ожидаем обновления. Сейчас у нас происходит обновление. В общем, фотоаппарат должен работать намного дольше с аккумулятором. Со штатным и не со штатными аккумуляторами. То есть он более энергоэффективный стоит. Ну, не знаю. Посмотрим. Я как-то давно обновлял прошивку. Но решил вот сейчас поставить поновей прошивочку. В общем, посмотрим, как это произойдёт. Будем надеяться, что всё будет благополучно. Что наш фотоаппарат не умрёт раньше времени. Но я думаю, будет всё здорово. Всё будет ништяк. Проходит какое-то время. Да, вот у нас уже три деления. Не знаю, как долго нет. Фотоаппарат лучше оставить в покое. То есть лучше его подержать, не трогать. Но, в принципе, ничего ему не будет. Главное, на кнопки никакие не нажимать. Поэтому у нас у меня есть точно такой же фотоаппарат. Ещё один. У него ещё старая прошивка. Мы на него тоже потом в дальнейшем поставим новую прошивочку. Но этот фотоаппарат вообще новый. У меня не использовался так сильно. В основном я работаю вот этим фотоаппаратом. А этот у меня лежит на всякий случай. Вдруг сломается вот этот фотоаппарат. Ну, либо я ещё пробовал снимать в 3D. То есть два фотоаппарата ставил. На них одинаковые объективы вот такие штатные стояли. Ну, и пробовал 3D снимать. Ну, там столько заморочек, что я так на это дело, в принципе, забил. Ну, у меня сейчас вот запасной фотоаппарат лежит. Ждёт своего часа. Ну, и удобно, в принципе, да. На один объектив накрутил, на другой – другой. Можно что-то пофотографировать. То есть не меняя объективы. Но этот фотоаппарат я берегу. Он у меня лежит. То есть на него мало сфотографировано. Ещё даже, мы видим, у меня тут ремешочек вот такой. Прям новенький ещё. Ну, не езженый. То есть он у меня лежит, ждёт своего часа. Да, брал я ещё его, потому что у меня вот этот фотоаппарат чтобы было ломался, да. Так, смотрим. У нас что? Всё, обновление завершено. Выключите фотоаппарат, пишет, да. Всё, выключить фотоаппарат, фотокамеру. Выключаем фотокамеру. Ну, и, наверное, давайте попробуем включить её. Или флешку вытащить, да. Давайте флешку вытащим. Без флешки же мы можем его включить? Так, давайте флешку вытащим на всякий случай, её отформатируем. Ну, сейчас проверим, кстати, прошивочку. Какая у нас прошивочка стала. Так, всё. Всё у нас тут, как видим, как было, так и есть. Давайте посмотрим версию прошивки. Нажимаем. Всё, версия прошивки, как мы видим, стало уже 1.02. Буква А, да, где верхняя. Всё, мы поменяли. Вот, а на старом ещё у нас как бы осталась, да, прошивка. Ну, я не знаю, ну, сделаем эту процедуру. Я после уже сделаю. Что поменялось, в принципе, я не знаю. Ну, что-то поменялось, да, в принципе, ничего не поменялось, на мой взгляд. Как было, так и есть. Меню. В общем, какие-то просто доработочки там, небольшие что-то там у нас сделано. В общем, я почитал, что просто будет энергоэффективнее фотоаппарат. Ну, поживём, увидим. Посмотрим, как эта прошивка себя поведёт. В общем, всего доброго, дорогие друзья. Не забываем подписаться на канал. Всем пока-пока. Удачи!